Мы наметили бурение порядка 30 скважин, глубоких и сверхглубоких. Из них надо отдать должное, все они в дальнейшем были выполнены и перешагнули практически рубеж 5000 метров. Это был уже определенный массовый ревок по проведению сверхглубокого бурения. Но, конечно, пионером вот этого движения в первую очередь была Кольская сверхглубокая. Здравствуйте, друзья мои виртуальные и зрители, случайно зашедшие на мой канал «Колыбель души». В своих роликах я делюсь информацией, которая когда-либо зацепила меня самого, срезонировала с моим мироощущением. И делаю я свои ролики так, как умею. А можно даже сказать, что я только учусь в этом творческом направлении. Для кого-то информация будет уже знакома, как, например, та, что из ролика, который последует за этим вступлением. А кто-то узнает об этом впервые. В любом случае, знать это должно каждому осознанному индивиду, которого не устраивают шаблоны системы. А я буду продолжать делиться с вами информацией. Мои любознательные друзья-земляне. Ссылки на источники информации, музыкальное сопровождение и фильмы, кадры из которых я задействую в видеоряде, всегда есть в описании к каждому ролику. Для этого надо нажать кнопку «Еще», и список развернется. Ну что же, все, что хотел сказать, я сказал. Приятного просмотра и критического мышления каждому, кто меня слышит. Да будет так. Да так и есть. Аз есмь. Кольская сверхглубокая скважина SG-3 Самая глубокая буровая скважина в мире. Находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярного, на территории Балтийского щита. Ее глубина составляет 12262 метра. В отличие от других сверхглубоких скважин, которые делались для добычи нефти или геологоразведки, SG-3 была пробурена исключительно для исследования литосферы Земли в том месте, где граница Махаровичича подходит близко к поверхности Земли. Согласно официальной версии, граница Махаровичича разделяет слои между земной корой и мантией, ядром и земной корой, континентальной и океанической земной корой, внутренним и внешним ядром, мантией и ядром. С начала 20 века считалось, что Земля состоит из коры, мантии и ядра. При этом никто толком не мог сказать, где кончается один слой и начинается следующий. Ученые не знали даже из чего, собственно, эти слои состоят. Еще полвека назад они были уверены, что слой гранитов начинается на глубине 50 метров и продолжается до 3 километров, а затем идут базальты. Встретить мантию ожидалось на глубине 15-18 километров. В реальности все оказалось совершенно иначе. И хотя в школьных учебниках все еще пишут, что Земля состоит из трех слоев, ученые с Кольской сверхглубокой доказали, что это не так. Самое главное, что дала Кольская скважина, это то знание о том, что мы абсолютно ничего не знаем. Вот нет вот этих границ, вообще принятых, которые в учебниках во всех. Бурение скважины началось в 1970 году. На скважине одновременно работало 16 исследовательских лабораторий, каждая размером со средний завод. Надо отметить то, что перед Кольской сверхглубокой ставилась главная задача. Ни одного, никакого прибора зарубежного. Все должно быть свое. Проходка до глубины 7263 метра заняла 4 года. Ее ввели серийной установкой, которую обычно используют при добыче нефти и газа. Всю вышку из-за постоянных ветров и холода пришлось обшить доверху деревянными щитами. Иначе тому, кто во время подъема колонны, труб должен стоять наверху, работать просто невозможно. Потом был годовой перерыв, связанный со строительством новой вышки и монтажом специально разработанной буровой установки Уралмаш-15000. Именно с ее помощью велось все дальнейшее сверхглубокое бурение. В новой установке было более мощное автоматизированное оборудование. Использовалось турбинное бурение. Это когда вращается не вся колонна, а только буровая головка. Через колонну под давлением подавался буровой раствор, вращающий стоящую внизу многоступенчатую турбину. Общая ее длина 46 метров. Завершается турбина буровой головкой или коронкой диаметром 214 миллиметров и имеющей кольцевую форму. Поэтому в середине остается неразбуренный столбик породы, который называется керн. Диаметром он 60 миллиметров. Через все секции турбины проходит труба, керноприемник, где собираются столбики добытой породы. Измельченная порода вместе с буровым раствором выносится по скважине на поверхность. Буровые головки приходилось менять на новые примерно через каждые пробуренные 7-8 метров. В среднем за месяц удавалось пробурить 60 метров. На проходку последних 5 километров скважины было использовано 50 километров труб. Такова степень их износа. Только в бытовом представлении скважина – это вертикальное отверстие от поверхности земли до забоя. В реальности это далеко не так, особенно если скважина сверхглубокая и пересекает наклонные пласты различной плотности. В этом случае она словно извивается, потому что бур постоянно отклоняется в сторону менее прочных пород. После каждого замера, показывающего, что наклон скважины превышает допустимый, ее надо пытаться вернуть на место. Для этого вместе с буровым инструментом опускают специальные отклонители, которые помогают при бурении уменьшить угол наклона скважины. Нередко случаются аварии с потерей бурового инструмента и части труб. После этого новый ствол приходится делать, отступив в сторону. Вот и представьте, как выглядит в земле скважина. Это что-то вроде разветвленных на глубине корней гигантского растения. В этом причина особой длительности, последней фазы бурения. 1983 год ознаменовался непревзойденным до сих пор рекордом. Глубина бурения превысила 12 километров. Работы приостановили. Приближался Международный геологический конгресс, который по плану проходил в Москве. К нему готовилась выставка «Геоэкспо». Было решено не только прочитать доклады о результатах, достигнутых на сверхглубокой, но и показать участникам конгресса работу в натуре и добытые образцы породы. Многие делегаты конгресса захотели своими глазами увидеть уникальную буровую на Кольском полуострове и убедиться, что действительно в Союзе достигнута рекордная глубина бурения. Такой выезд состоялся. Там на месте провели заседание секции конгресса. Делегатам показали буровую. При них поднимали колонну и скважины, отсоединяя от нее 33-метровые секции. Фотографии и статьи о Кольской сверхглубокой скважине обошли газеты и журналы почти всех стран мира. Свои средства разрушения пород, свой буровой станок, свои трубы изготовленные, своя аппаратура для управления процессом и в конце концов все, что связано с организацией работы. 27 сентября 1984 года продолжили бурение и оно началось с крупнейшей аварии на первом же рейсе, а этот день после назовут черной датой в истории сверхглубокой. Скважина не прощает, когда ее надолго оставляют без внимания. За время, пока не велось бурение, в ее стенках, тех, которые не были закреплены зацементированной стальной трубой, неизбежно происходили изменения. В общем, начали бурить, пробурив очередной 9-метровый отрезок на глубине более 12 километров, что заняло 4 часа, достигли глубины 12 километров 66 метров. Приготовились к подъему колонны, попробовали, не идет. На таких глубинах уже не раз наблюдались прихваты. Это когда какая-то секция колонны словно прилипает к стенкам, может сверху что-то осыпалось и ее немного заклинило. Чтобы стронуть колонну с места, требуется усилие, превышающее ее вес, около 200 тонн. Так поступили и на этот раз, но колонна не сдвинулась, она обломилась, а после ее подъема стало понятно, что в скважине остались не только турбобур, но и 5 километров буровых труб. 7 месяцев пытались их достать. Ведь потери не просто 5 километров труб, а результаты пятилетней работы. Потом все попытки вернуть утерянное прекратили и начали вновь бурить за глубины 7 километров. После крупнейшей аварии, черной даты 1984 года, снова подошли к глубине 12 километров только через 6 лет. В 1990 году был достигнут максимум 12 262 метра. После еще нескольких аварий, убедились, что глубже не пробиться. Все возможности современной техники исчерпаны. Казалось, будто земля больше не хочет открывать свои тайны. Бурение прекратили в 1992 году. И Кольская сверхглубокая скважина была законсервирована. Ствол живой? Живой. Сколько там? Сейчас его глубина 8 тысяч метров. Реальная для геофизических исследований. То есть вот здесь 8 километров? Да, 8 километров. Живой абсолютно. Абсолютно живой и рабочий. По сообщениям желтой прессы, Кольская сверхглубокая послужила источником городской легенды о дороге в ад. Эта городская легенда ходит по интернету по крайней мере с 1997 года. Впервые на английском легенда была озвучена в 1989 году в эфире американской телекомпании Тринити Броуд Кастинг Недвок, которая взяла историю из репортажа финской газеты. По этой легенде, в самой толще земли, на глубине 12 тысяч метров, микрофоны у ученых записали крики и стоны. Христиане считают, что это глаз из преисподней. Кольскую сверхглубокую скважину стали называть дорогой в ад. Каждый новый пробуренный километр принес несчастье стране. Когда буровики вели проходку 13 тысячи метров, распался СССР. Незадолго перед этим, на страшной глубине, которую не достигал еще никто в мире, раздались леденящие душу звуки, похожие на стоны и крики сотен мучеников. А потом мощный рев и взрыв в глубине. Буровики рассказывают, что почувствовали ужас, словно из шахты выскочило нечто страшное, невидимое глазом, но от этого еще более пугающее. Их рассказы напечатали финские и шведские газеты. Они утверждали, что русские выпустили демона из ада. Работы по бурению были прекращены. Их объяснили недостаточным финансированием. Остановили, несмотря на то, что многие международные фонды были готовы вложиться в уникальный проект. По легенде, одной из главных причин консервации сверхглубокой скважины стал тот самый страх. Чтобы окончательно развенчать последний стойкий миф о Кольской сверхглубокой, мы отдали запись звуков из ада профессиональному звукорежиссеру. Он колдовал с ней около часа. Прогонял через специальные программы, сыпал терминами, говорил, что больно похожи низкие частоты на шумы из звуковых библиотек. Окончательный вердикт – подделка. Это полная фальсификация. Такого звука в природе не существует. Он сделан искусственно. И, скорее всего, это даже взято из библиотек, которые выпускаются специально для оформления фильмов с участием зомби или страшилок всяких американских. Чуть позже, посидев в профессиональных форумах звуковиков, находим даже, из чего сделан этот звук. Вот он. Это звук из американского фильма «Ужаса» в 1972-го года «Кровавый барон», смешанный со звуком из радиопьесы. Скважина показала, что почти все наши прежние знания о строении земной коры не верны. Выяснилось, что земля вовсе не похожа на слоеный пирог. Итак, материковая земная кора. Она состоит из трех последовательно залегающих слоев горных пород. Осадочного слоя, гранитного слоя и базальтового слоя. До 4 километров все шло по теории. А дальше начались неожиданности. Теоретики обещали, что температура Балтийского щита останется сравнительно низкой до глубины по крайней мере 15 километров. И, соответственно, скважину можно будет рыть чуть ли не до 20 километров. Как раз до мантии. Кроме того, на каждые 100 метров спуска, начиная с 20-30 метров глубины в земной коре, температура увеличивается на 3 градуса Цельсия. Но уже на 5 километрах окружающая температура перевалила за 70 градусов Цельсия, на 7 километров за 120 градусов, а на глубине 12 жарила сильнее 220 градусов. Это на 100 градусов выше предсказанного. Кольские бурильщики поставили под сомнение теорию послойного строения земной коры, по крайней мере, в интервале до 12262 метра. Доставленный советским луноходом грунт исследовали в разных институтах, в том числе в Кольском научном центре. Оказалось, что лунный грунт, доставленный советским луноходом, по составу почти полностью соответствует породам, извлеченным из кольской скважины с глубины около 3 километров. Земная кора – это верхняя часть литосферы. Литосфера – это каменная оболочка Земли. В школе нас учили. Есть молодые породы – граниты, базальты, мантия и ядро. Но граниты оказались на 3 километра ниже, чем рассчитывали. Дальше должны были быть базальты. Их вообще не нашли. Все бурение прошло в гранитном слое. Это сверхважное открытие, ибо с теорией послойного строения Земли связаны все представления о возникновении и размещении полезных ископаемых. Итак, материковая земная кора. Она состоит из трех последовательно залегающих слоев горных пород. Осадочного слоя, гранитного слоя и базальтового слоя. Ожидали, что граница, дающая наибольшее отражение при сейсмическом зондировании, это тот уровень, где граниты переходят в более прочный базальтовый слой. В действительности же оказалось, что там расположены менее прочные и менее плотные, трещиноватые породы, архейские гнейсы. Такого никак не предполагали. И это принципиально новая геолого-геофизическая информация, которая позволяет по-другому интерпретировать данные глубины геофизических исследований. Неожиданными, принципиально новыми, оказались и данные о процессе рудообразования в глубинных слоях земной коры. Так на глубинах 9-12 километров встретились высокопористые трещиноватые породы, насыщенные подземными, сильно минерализованными водами. Эти воды – один из источников рудообразования. Раньше считали, что такое возможно лишь на значительно меньших глубинах. Именно в этом интервале в Керне обнаружили повышенное содержание золота до 1 грамма на 1 тонну породы. Концентрация, которая считается пригодной для промышленной разработки. На глубинах, где считалось, что нет органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов. А на еще больших глубинах, где нет осадочных пород, появился метан в огромных концентрациях. Это полностью и совершенно разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как нефть и газ. Мы фиксировали разные сейсмические события в скважине, события с Курском. Самое главное, что фиксируются какие-то явления в Баренцовом море, происходящие с нашим военным флотом. Этого не надо. На территории нашей страны было пробурено 30 скважин, подобных Кольской. Их связали в единую систему так называемыми транссектами, линиями измерения. Транссекта или геофизический профиль на 3-5 тысяч километров, он простирался на огромные расстояния. Понимаете? И по транссекте этой раскладывались магнитометры, которые фиксировали происходящие процессы в едином времени. И на транссектах, и в самих скважинах устанавливали аппаратуру, которая могла измерять десятки различных параметров. От влажности и температуры до магнитных полей. А потом создавали официально сейсмические колебания. За этим словосочетанием тогда спряталась, внимание, целая серия подземных атомных взрывов. Лишь они позволяют пробить волнами оболочку Земли на расстояние в тысячи километров и на глубину до 150. Для обывателя это можно сравнить разве что с принципом эхолота на тех самых подводных лодках. Только эхолот получился в масштабах всей страны. Мало того, что мы можем провести сейсмические исследования где-то, вопрос возникал о, значит, больших расстояниях и получении геологического разреза в едином времени. Вот это очень важно. Нельзя сегодня произвести взрыв и тряхнуть немножко Землю и провести сейсмические исследования, а после завтра где-нибудь и тоже проводить эти работы. Это надо было сделать в едином времени. Мы получили очень интересные разрезы. Мы могли по этим разрезам серьезно судить о строении земной кори даже до 150 километров. Это открывало новые возможности для глобального исследования территории Советского Союза. Оставь свое субъективное мнение в комментарии после просмотра из-за чего Кольская сверхглубокая скважина была законсервирована. Переходи по ссылке в описании и ответь всего на один весьма простой но очень важный вопрос. Узнал ли ты что-либо новое из просмотренного материала? Лично твое непосредственное участие в этом опросе поможет в дальнейшем выбрать правильный вектор направления развития канала. И помни, что самый эффективный способ распространения информации эта кнопка поделиться всем спокойствия и трезвости ума. Всех обнимаю крепко. До встречи! Мы как-то по старой нашей русской привычке как-то не умеем ценить то, что мы держали в руках. Мы раньше задавали тон всему миру. Не зря такие скважины были заложены в Швеции. Не зря по миру сейчас идет сверхглубокое бурение, при том они привязываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова